Мы продолжаем. У микрофона Ирина Кленская. В гостях у нас сегодня Александр Васькин, писатель, историк Москвы, Лаврушинский переулок, знаменитый дом писателей, их жители этого дома, судьбы этих людей, их истории, их тайны. Книга Александра Васькина «Лаврушинский переулок. Исторический путеводитель» будет нам помогать. В 1942 году Русланова, уже горка вине, был ее мужем, встретила Крюкова, генерал Владимир Крюков. Вот он и стал ее последним мужем из окружения маршала Жукова. Они там все любили под гармонь попеть, потанцевать. Сам Жуков любил на гармонь. И станцевать любил. Маршал наградил ее, выказывая свое расположение орденом Отечественной войны и первой степени, что впоследствии ей сказалось, потому что такие ордена, да, с какой стати, начал спрашивать следователь. И те, что таким счастьем долго на свободе оставаться она не могла, потому что внимание к ней было органов приковано. И в 1947 году ее лишают орден. Первый звоночек был, начали разбираться. Причем понятно, что лишили ордена ее, но она в большей степени заслуживала, чем, например, Берия, заслуживала там ордена Суворова. Вот эти все Берия и генералы, они же награждались полководческими орденами за операции по выселению народов Кавказа, например. Вот 23 февраля вроде как праздник у нас отмечается. А с другой стороны, на Кавказе это горе, потому что высылали всех чеченцев ингушей, понимаете. Их посадили в вагоны, они там, половина из них, естественно, ушла из жизни, старики, дети, и в степь казахскую. И за эти операции, блестяще проведенные, как Сталин решил, он наградил их всех вот этих Берию и других орденами высшими военными. То есть, когда маршал Жуков там орден Суворова получал за операцию, проведенную успешно, то другой генерал из МГБ, он получал этот орден, за то, что выселил детей, невинных ни в чем в степь, понимаете, а те умерли потом. Так что у нас вот удивительная история. Вроде и праздник, я вот так задумался. А с другой стороны есть еще. А людям-то каково, на другом краю нашей страны, им-то чего праздновать. Поэтому тут надо подумать очень хорошо. Так вот, в 1948 году пришла очередь Иеруслановой с Крюковым. Их в сентябре 1948 года арестовали. И первым делом провели обыск на квартире в Лаврушинском переулке. Привели понятых. Ну, это дворники, те же самые сотрудники. Простые люди. И лифтеры тоже. Осведомители обязательно были. Иначе не брали на эту работу. На лифтерам, да? Конечно. Это интересная история. Шкловские же там жили. Виктор Шкловский рассказывал, что они знали всех своих стукачей. И было важно, чтобы стукачи не пропадали никуда. Потому что такие были отношения очень добрые. Например, она говорила лифтерша. Я там про вас ничего не сказала. То есть, вот она уважает. Уважает. Если бы другого посадили, да он бы все бы рассказал. Потому что к Шкловскому часто ходили люди из лагерей. Там Мендельштам пришла к нему надежда. У них вообще была удивительная квартира. Мы об этом еще поговорили. Они не боялись пригревать заключенных бывших. И вот представьте себе, приходит дворник. Что же он видит? Глаза на лоб полезли от богатства Руслановой. Это же буквально филиал Третьяковской галереи. Маковский, Нестеров, Кустодиев, Шишкин, Репин, Поленов, Серов, Малявин, Врубель, Сомов, Верещагин. А Ивазовский, ну куда же без него. Он был довольно плодовитый. Левитан, Суриков. В общем, Левитан художник, естественно. Ну да. Потому что диктор тоже рисовал. Это же история знаменитая с Никитой Богословским. Когда он поспорил, что мазня там какая-то у него. Он же любил разыгрывать. Он говорит своему приятелю, ты веришь, что это работа Левитана? А там каракули жуткие какие-то, экспрессионизм. Кто-то, не знаю, кто уж там. Нет, не верю и всё. То есть об заклад побились. Ну он прям снимает, там написано Юрий Левитан. Диктор такой был. Это он у него попросил, чтобы он там чего-то им. Вот такой был остроумный Никита Богословский. Про Левитана же ходил этот анекдот. Вот говорит, Левитан, какой молодец. И по радио выступает, и рисует. Да, кстати, да. Тоже интересно. Очень у него была должность. Я вот думаю иногда, вот в прямом эфире, да, он работал столько лет. И вот фактически ни единой ошибки. А он доклады Сталина читал. Вот не дай бог ударения, не сделаешь, сделаешь там. Всё, расстрельная статья. Да, даже бывает язык говорит не то, что хочет. Там был случай, когда один из молодых коллег его сказал не американские пираты, а американские патриоты в новостях. И сразу не посадили, а просто решили прямого эфира. То есть это же были, помните, Юрий Левитан и Ольга Высоцкая. Они вдвоём работали. Высоцкая очень долго прожила. Такой закалки были люди удивительные. То есть диву даёшься, откуда силы брались. Всё это. Какое это дай. А Высоцкая за 90 было? Ну, такое поколение. Конечно, прекрасный русский язык. Они знали. Лучше любого академика, наверное, составителя словаря. Но это был тяжёлый труд, я думаю. Правда? И очень нервная работа, конечно. Но ведь определённых людей выбирали на эту работу. За что же мы не будем обольщаться? Тех, кто был проверен, десять раз. Десять раз. И тот же Левитан прекрасно знал, что его могли отправить в 49-м году вместе с космополитами, правда, за решётку. Но, тем не менее, значит, был нужен. Нужен. Вот нужно, чтобы... Вот у нас в стране все народности, понимаете, хорошо живут. Видите, вот у нас Юрий Левитан по радио каждый день выступает. Страх был в определённой мере, безусловно. Потом судьба его, конечно, как-то грустно сложилась. Ну, грустно, а он умер. Поехал он, по-моему, в Волгоград, его отправил туда Лапин, писатель Госта Лерадио. А у него было больное сердце. Там отмечали годовщину победы по Сталинграду. И он умер в поезде. А попробуй не поехай вот так вот, да? Невозможно. Невозможно. Остановимся на этой фразе. Александр Васькин, писатель, историк Москвы, автор многих книг по истории Москвы, наш гость и друг редакции Ирины Кленского. Микрофон. Мы вспоминали сегодня судьбу Лидии Руслановой и жителей дома в Лаврушинском переулке. На следующей неделе мы наше путешествие продолжим и приглядимся к этой судьбе чуть внимательнее. Спасибо, что были с нами. Всем счастливо, всем удачных дней. Субтитры подогнал «Симон» Песня «Симон» И набравшись сил, чуя смертный час, Он товарищу отдавал наказ. Он товарищу отдавал наказ. Субтитры подогнал «Симон» Песня «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Песня «Симон» Песня «Симон» Песня «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Песня «Симон»